В Янгильдинской школе Чебоксарского района прошло открытое первенство по юно-армейскому многоборью. Какая команда завоевала переходящий кубок, узнавала Татьяна Леонтьева. Никакого волнения, все движения отработаны с точностью до миллиметра. Разбирать и собирать автомат Калашникова этим ребятам не впервой. Другие задания – расположить воинские звания и чины в правильном порядке, от младшего до высшего. Снарядить магазин патронами и как можно больше раз подтянуться. В первенстве по юно-армейскому многоборью участвуют команды 12 школ района. Мы с командой ежедневно оставались после уроков, занимались нашим учителем, разбирали, собирали автоматы, физически готовились, подтягивались. Вот это военное дело мне всегда было интересно. До этого участвовал в Зарнице, выходили также на республику. Районные соревнования проходят седьмой год подряд. В рамках месячника оборона массовой и спортивной работы. Начиналось все с четырех команд. Эти соревнования помогают военно-патриотическому воспитанию, сплачивает коллектив. Значит, они каждый стремятся помочь друг другу в выполнении поставленных целей. Команда, есть команда, она должна выполнить задачу, быть первым. На турнире прошли еще и мастер-классы от сотрудников Офсин Чувашии. Какие бывают виды оружия, как правильно ими пользоваться и сколько весит бронежилет. Ребята все испытали на себе. Это жилет пятого класса защиты. Защищает от гладкоствольного оружия охотничьего и автомата Калашникова. Тяжелый жилет? Да. Жилетами и автоматами дело не ограничилось. На улице школьников ждали спецавтомобили. Мы находимся внутри боевой машины выстрела. Она используется для ликвидации массовых беспорядков в колониях. Боевая машина рассчитана на экипаж до 10 человек. Здесь даже есть вот такой специальный люк, с помощью которого открывается доступ вот к этой штурмовой лестнице. Такие мастер-классы в рамках турнира сотрудники Офсин проводят третий год подряд. В будущем году посидеть за рулем бронемашины и подержать автомат можно будет уже в Чершкосинской школе. Их команда стала победителем соревнований. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.